Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Добрый вечер. В Израиле продолжается операция «Несокрушимая скала», которая уже унесла около 600 жизней палестинцев и 29 жизней израильских солдат. В Египет прибыли Джон Керри и Пан Гимун, чтобы выступить посредниками в переговорах между Палестиной и Израилем. Однако их миссия сорвалась сегодня в результате неудавшегося соглашения о прекращении огня, которое сразу же было нарушено. Стало ли безопаснее в Израиле? Об этом мы сегодня побеседуем с нашим гостем Александром Шумилиным, директором Центра анализа Ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Добрый вечер, Александр Иванович. Как по-вашему, почему так резко обострилась ситуация в Израиле и на Ближнем Востоке в целом? Мы говорим о израильско-палестинском треке направления на этом участке. Как правило, эксперты комментируют эту ситуацию как нечто естественное, возобновляющееся регулярно и часто уходят от упоминания или анализа реальных причин. Ибо у каждой подобной вспышки ситуация, она действительно долговременная ситуация и, наверное, еще сохранится. Сама по себе общий расклад сил. Но у каждой вспышки есть свои причины. В данном случае это результаты арабской весны по-египетски. То есть, когда к власти пришли исламисты во главе с президентом Мухаммедом Мурси, они, исламисты, активно поддерживали Хамас, своих собратьев, не просто по вере, а в организационном смысле. Ибо Хамас – это один из отрядов братьев-мусульман, действующих практически во всех странах арабских Ближнего Востока и Северной Африки. И после свержения Мурси в июле прошлого года, вот уже ровно год, у власти, как мы знаем, теперь уже новый президент. Там были промежуточные этапы. Новый президент Абдельфатах Сиси, который настроен радикально против исламистов именно этой категории братьев-мусульман. Если будет время, мы поговорим, чем братья отличаются от других исламистов. И отношения Египта с Хамасом в частности, ну и, соответственно, с Газой осложнились. Если при Мурсе Египет был, по сути дела, тылом Хамаса, то теперь этого тыла не стало. И, оказавшись в изоляции, а ранее, я напомню, Хамас ушел из-под Ирана по призыву Катара и некоторых других арабских стран, порвав связи с Ираном, который снабжал его основательно ракетами, вот теми самыми, которые запускаются сейчас, ракеты относительно дальнего действия. И, в конце концов, порвав с Египтом, то есть Египет порвал с Хамасом, эта организация оказалась в изоляции, и она пошла, вынуждена была пойти на сближение со своим давним соперником, организацией ФАТХ на западном берегу, во главе с Ахмудом Аббасом, составив с ним правительство так называемого национального единства. И вот здесь зарыта серьезная собака, как говорят иногда. Она состоит в том, что, да, значит, очень важно подчеркнуть, что изоляция Хамаса означает и изоляция от финансовых источников, прежде всего, очень основательный подрыв в финансовом отношении и государственных, так называемых, административных структур в ГАЗе. Произошел восстание целых нескольких тысяч чиновников, а точнее боевиков Хамаса, интегрированных в административные структуры, которые не получали зарплаты на протяжении нескольких месяцев. Вот в этой ситуации Хамас пошел на сближение с ФАТХом, и вынужден был руководство Хамаса частично согласиться, там, молчаливо согласиться, как угодно, с программой ФАТХа, которая признает Израиль, да, то есть признает в перспективе решения проблемы на основе двух государств, Израиль и арабского, палестинского. Но это не устроило базовой организации Хамаса, которая настроена весьма радикально, и многие, особенно из числа молодых боевиков этой организации, пригрозили покинуть ее, перейти в еще более радикальные организации, то есть Хамасу грозил распад, и тогда руководство Хамаса пошло на эту провокацию в отношении Израиля, чтобы продемонстрировать свою силу, свою верность силовым методам и своей стратегии, и заодно обеспечить себе определенное место в этой новой конфигурации власти. Давайте послушаем, Александр Иванович, мнение нашего корреспондента в Израиле Эллы Котлер. Добрый вечер, Элла, как по-вашему... Хорошо, спасибо, как по-вашему. Да, Элл, скажите, пожалуйста, как относится израильское общество к операции «Несокрушимая скала», сделала ли она безопаснее жизнь в Израиле? Вам слово. Гораздо... Эта операция еще идет, и она уже сделала жизнь в Израиле заметной безопасности. Это легко отследить, потому что количество сирен и на юге, и в центре страны очень заметно и очень ощутимо снизилось. Это значит, что люди теперь могут бегать в бомбоубежище, условно говоря, не каждые два часа, или даже не раз в семь в сутки. А вот телевизорцы говорят, что всего три, зато очень точно можно проверять часы. Да, Элл, давайте мы посмотрим сейчас видео. Такое, конечно, не столь оптимистичное, как вы настроены. Видео, очевидно, с похорон солдат погибших в ходе этой операции. Вот, это жертвы... Жертвы этой операции, очевидно, в каком-то из кварталов, да? Ну, Тель-Авива, да, вот я вижу солдат Сахала, которые охраняют эту процессию траурную. И вот, очевидно, родственники вот этих, да, вот хоронят родственника этих новобранцев, да? Да, возможно, это похороны одного первого погибшего, Шона, не помню фамилию, вот, которого называют почему-то солдат-одиночка через тире. Вот, может быть, наша коллега в Израиле пояснит, что это означает. Вот, он недавний репатриант из Соединенных Штатов и пошел, видимо, добровольцем. Почему одиночка, я повторяю, это такое название, расскажет нам коллега. Давайте мы тогда спросим еще нашего одного собеседника из Израиля, Якова Кедми, Питера на одной из израильских светслужб. Яков, вот сегодня пришла информация, что один из солдат Сахала попал в плен, она подтверждается. Вам слово, добрый вечер. Добрый вечер. Это, скорее всего, очередная утка, то есть, во время операции, один из бронетранспортеров, он испортился. И когда его попытались посоединить к другому, чтобы уйти, противотанковая ракета попала в этот бронетранспортер, и он взорвался, там была взрывчатка. Все находившиеся там погибли, потому что обычно из такого попадания живых не остается. Потому что и взрыв, и детонация, и все остальное. Факт, что для опознавания всех понадобилось более суток, чтобы опознать друг или то, что от них осталось. И, вероятно, каким-то путем часть документов и, может, фрагментов тела попала в руки Хамаса. Теперь они пытаются утверждать, что один из членов экипажа находится у них в руках. В лучшем случае у них находится в руках фрагменты его трупа, но не больше. Но они пытаются на этом разоград, как всегда, что они думают, по старой привычке, что из-за мертвых мы им обменяем кого-нибудь. С самого начала этой операции и другие операции. Они всегда хотели взять в плен кого-нибудь из солдат, чтобы потом обменивать. Пытаются они сейчас выдать продотетку, что этот солдат погибший, один из семи, которые были бронетрус-портеры, находится у них. Вряд ли это возможно. И, по крайней мере, наша позиция, мы говорили с немцами, не толсты. Если у них действительно есть, то можно вам доказать, что это доказательство. Да, спасибо, Яков. Давайте мы посмотрим теперь видео с палестинской стороны, где, я сказал, уже около 600 жертв, и их похороны идут практически непрерывно. Вот это, очевидно, Арабская улица, да? Возможно. Мирные жители всегда становятся первыми жертвами, потому что ракетные установки находятся посреди кварталов. Это особенность Хамаса и других террористических организаций. Нас слышат, да? Да, да, говорят. Особенность Хамаса и других террористических организаций на этих территориях прикрываться живым щитом. Мы знаем, что этой особенностью восприняли некоторые другие террористические группировки в других частях света, но зародилось это там, с невероятным цинизмом, осуществляется по сей день. И потрясает то, что так называемые левацкие, леволиберальные круги в странах Европы и Америки, которые всегда поднимают серьезный шум по поводу жертв, не говорят об этом очевидном факте. То есть это факт вопиющий, это тактика, устойчивая тактика террористических группировок и особенно Хамаса. Я даже не хочу дальше углубляться в характеристики морального аспекта всего этого, но почему вот эти защитники Хамаса там и у нас, кстати сказать, тоже появилось немало таковых, вот, обходят молчанием этот вопиющий факт, хочется даже сказать, ну, уничтожение, понятно, людей, но может быть даже геноцида, потому что в крупном масштабе, когда это происходит, речь идет о десятках людей, которыми они прикрываются одновременно, да, в нескольких точках, десятками, в том числе и детьми, вот, то это вот такой своеобразный геноцид своих сограждан, соплеменников, своего народа. Это было, есть и, по-видимому, будет, поскольку это не подвергается серьезной критике. Да, давайте посмотрим репортаж митинга в поддержку Израиля, который состоялся накануне в северной столице, в Санкт-Петербурге. Именно под эти звуки в Израиле наши братья и сестры бегут в бомбоубежище, в любое укрытие, какое только можно. Израиль выполняет свой долг, свою обязанность перед своими жителями. Израиль доказывал не один раз, что он готов идти на компромиссы ради мира. Он готов жертвовать территорией, он готов жертвовать имуществом, но не готов идти ни на какие компромиссы за безопасность своего народа. Израиль не агрессор, он никогда им не был за более чем половековую историю своего существования. Это залог того, что правда на его стороне. Наша победа это через именно духовное, через именно соблюдение заповедей. Когда мы здесь еще делаем добрые дела, помогаем друг другу, еще что-то делаем для Бога, тогда это победа в Израиле. Израиль для нас это не просто точка на карте. Это страна, где живут наши родные, наши друзья. И поэтому любой удар по Израилю, это удар по нам. Именно поэтому нам важно сегодня выразить поддержку Израилю. Израиль, мы с тобой! Израиль, мы с тобой! Израиль, мы с тобой! Вопрос нашему корреспонденту в Израиле Элли Котлер. Какие надежды связывают политики израильские с приездом в регион Джона Керри и Пан Гимуна? Вам слово. Во-первых, надежд никаких. Во-вторых, я бы хотела воспользоваться возможностью ответить на вопрос своего коллеги о том, что такое солдат-одиночка. Солдатом-одиночкой в Израиле называют солдата, у которого нет в Израиле семьи. Я вчера была на похоронах солдата Шона Кармели. Это не те похороны, которые вы видели на видео, потому что его похороны были ночью, чтобы родители все-таки успели приехать из Техаса, где они живут. На этих похоронах было от 20 до 40 тысяч человек. Поскольку он был фаном одной футбольной команды, и поскольку в Израиле у него никого не было, фанаты той же команды бросили клич, что его родители не должны стоять в могиле своего сына одни. Да, напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем операцию «Несокрушимая скала». Вопрос Якова Кедми. Может быть, вы подскажете, какие надежды связывает израильская общественность с прибытием в регион Джона Керри и Пангимуна? Я не думаю, что имеет большое значение надежды общественности. Имеет значение решение конфликта. А общественность, что она думает, как она думает на это решение, не взлетит. Решение конфликта в данном случае, то есть к чему ведет эта операция, сегодня находится не у секретаря Организации объединенных наций, а реальные переговоры идутся в Египте между египетским руководством и руководством ХМАСа, когда Египет четко определит свои условия и собирается от них отказываться. А условия Египта однозначны. Это то, что, во-первых, Египет не говорит о ХМАСе. Во всех его переговорах он не упоминает даже слово ХМАСе. Он говорит, урегулирование будет между властями палестинской автономии и Израилем, и Египтом. Урегулирование не предусматривает прямое участие в этом процессе Катара. Катар является на сегодняшний день одним из основных спонсоров партии по игре на мусульманских братьев. Единственная страна, которая как-то хотела поддерживать ХМАС. Но под давлением Египта и под давлением страны его и Саудовской Аравии Катар согласился, что он будет играть только роль финансиста. Попытка Соединенных Штатов привести Катар в качестве посредника, но толкнулось на резкое сопротивление Египта и Израиля. Второе, что требует Египет. ХМАС хочет открыть границу между Египтом и сектором газа. Египет сказал, хорошо, но при одном условии. На этой границе будут находиться работники палестинской автономии Абу-Аббаса. И ни одного из людей ХМАСа мы не хотим там видеть. Египету придется согласиться с этим условием. Третье, что требует Египет, но пока еще не согласился с этим, не согласился ХМАС. По крайней мере, часть его, военное руководство ХМАСа, это то, чтобы в газу была введена часть администрации палестинской автономии и часть военных сил полицейской автономии вместе с силами ХМАСа, что резко ослабляет вес ХМАСа и практически возвращает частично в сектор газа людей автономии и ее вооруженные силы, которые были выброшены в качестве вооруженного переворота в свое время, который устроил ХМАС. То есть это люди-фатор. Третье, что требует Египет, что требует ХМАС, это то, чтобы Израиль освободил всех членов ХМАСа, которые были расторганы после похищения и убийства иральских школьников. Да, Елена Супонина, арабист, признает, что невосполнимые жертвы принесены уже с обеих сторон. Израиль сейчас использует силу чрезмерно в секторе газа. Впрочем, это было ожидаемо. Такое количество жертв при сухопутной операции в городских условиях оно неизбежно. И потери уже начинает нести и израильская сторона. Израильское общественное мнение не было готово к тому, что счет погибших солдат пойдет на десятки. Но, тем не менее, оно так. Что касается жертв среди палестинцев, то это всегда в разы больше, в десятки раз. И по опыту предыдущей операции в 2008-2009 годах, литой свинец, он может пойти и на тысячи. Как вы считаете, может ли резко отличаться количество жертв от предыдущих операций? Вполне. Может, все будет зависеть от установок Хамаса. Но я хотел бы обратить внимание, что предыдущий сюжет и предыдущие выступающие, говоря о жертвах, что, несомненно, вызывает сожаление, не упоминает о тактике Хамаса, тактике живого щита. О чем мы говорим, что и есть источник основной жертв. Вот это печально, и я бы хотел обратить еще раз на это внимание. То есть, игнорирование подобных вещей недопустимо. Просто слезы в адрес жертв. Это понятно, но это несерьезно. Так что, количество жертв может быть, все зависит от тысячной, измеряемой такими числами. Если затянется операция, замечу, что Израиль трижды соглашался на перемирие. Трижды за последние две недели. И трижды Хамас отвергал это перемирие, не соглашаясь то с условиями, выдвинутыми Египтом, о чем говорил коллега Яков Кедми, то не соглашаясь с позицией Израиля, который не шел на удовлетворение условия Хамаса по освобождению немалого числа задержанных палестинских экстремистов, террористов, ранее освобожденных, еще недавно относительно освобожденных, а там реальные террористы и даже осужденные пожизненно из израильских тюрем, вот в рамках сделки по Геладу Шалиту. Так что, и как начинался этот конфликт, эта вспышка застарелого конфликта по вине Хамаса, так по этой же вине, по вине этой же стороны и этой организации конфликт затягивается, что может привести к действительно еще большему числу жертв, которые будут вызывать сожаления, но надо понимать, откуда что проистекает. Для вопроса, Эли Котлер, можно ли говорить о том, что у Хамаса сейчас более мощное оружие, судя по тому, что она уже добивает до Эйлата? Хамаса, несомненно, гораздо более мощное оружие. Они раздобыли партию М-75 еще во время прошлой операции и настолько обрадовались тому, как далеко оно летает, что в Газе, собственно, после этого появились духи с таким названием для того, чтобы жители Газы могли наслаждаться своего рода вкусом победы. В этот раз у них тоже есть М-75, оно долетает не только до Эйлата, по которому им стрелять, видимо, не так интересно, но и до Тель-Авива и до Иерусалима, о стрельбе, по которым они не только постоянно отчитываются, но и отдельно берут на себя ответственность за каждый залп, видимо, опасаясь, что в новом случае кто-нибудь не догадается, что это они. Да, Яков Кедми, вопрос вам. Насколько опасно вот это появление столь мощного оружия в руках террористов? Яков Кедми, вопрос. Система противоракетной обороны, которая у нас есть, это свинчевый купол, и от того, что у этих ракет больше радиус действия, им же хуже, потому что их легче перехватить и легче обнаружить. Практически ни одна из этих ракет не достигла цели почти, то есть не разорвалась в густонаселенных районах и городах. Случа требует ракет. Мы сбили, из было около тысячи, которые были выпущены, а остальные все они упали, они очень неточные. Большой разрыв местности упали на пастырях, на пастырях, в полях или где угодно. То есть это больше эффект психологический, чем реальный. Что да, это время от времени, из-за того, что объявляется тревога, когда обнаруживается, что летит ракета в этом направлении, в том месте, так это немножко меняет нормальный образ жизни. Но практически эти ракеты не являются каким-то элементом, который представляет для нас проблему. Это больше психологическое. Ну и то, что они могут заявлять, вот мы выпустили по Тель-Авиву больше ракет за один день, чем Саддам Хусейн за всю войну. Все хорошо, но мы научились эффективно нейтрализовать эти ракеты на сегодняшний день. Хочу еще заметить, 90% ракет, включая ракеты, которые долетают уже до Маареи, ракеты долетают до Маареи, только справляют жилье Тель-Авива из Израиля, производятся все в газе, самими жителями газа, в их подземных мастерских, из материалов, которые они добывали. Практически прекратилась поставка этих ракет за границей. Они все делают на месте. Спасибо, Яков. Елена Супонина тревожит отсутствие долгосрочной стратегии со стороны Израиля. Меня пугает больше всего то, что израильское правительство не имеет никакого стратегического плана решения ситуации. Потому что, ну сколько можно? Вводить войска в сектор газа, выводить оттуда, наносить ракетно-бомбовые удары. Всякий раз международное общественное мнение начинает вопить, это понятно, потому что нельзя тоже смотреть на то, как израильтяне, борясь с экстремизмом, убивают мирных жителей. А так оно сегодня происходит. А что потом? Ситуация не решается. Вот сейчас израильтяне обнаружили подземные туннели, ведущие к израильским населенным пунктам. Но сейчас они их разрушат, подорвут инфраструктуру Хамас. Уничтожить Хамас, это я говорю как специалист, невозможно. Организация популярна, вплетена в палестинское общество и после этой военной операции только ужесточит свою позицию. Глобально Бениамин Нетанеху не в состоянии разрешить ситуацию. Я боюсь, это не тот лидер, который сможет ее разрешить. Просто Александр Шумилин, как по-вашему нельзя вот так обескровить хотя бы Хамас, если не полностью уничтожить его? Я думаю, что обескровить Хамас можно, особенно военное крыло Хамас, что и происходит. Но это часть стратегии, которую имеет Израиль и реализует. Но другое дело то, что не всегда или даже никогда не доводил последние годы до конца. Но возможно сейчас эта операция будет доведена до конца. Есть такие шансы. Во многом благодаря Хамасу, который не принимает перемирия. Другое дело то, что военные действия против военного крыла и инфраструктуры Хамаса должны сочетаться с политическими. И это происходит. Это происходило и раньше, но не очень удачно, о чем я говорю. О том, что ФАТХ должен активнее воздействовать на Хамас, пытаясь его изолировать. Это было раньше. Это как элемент стратегии. Но не получалось. Хамас совершал силовые действия, перевороты и брал вверх над ФАТХом. Изолировать Хамас пытаются и успешно. Достаточно и международный квартет, все международные игроки, кроме России. Хамас отвергнут, как мы уже говорили подробно, Яков это подчеркнул, Египтом, который даже не общается в ходе перемирия. Переговоров по перемирию нынешнего кризисного состояния с Хамасом, а говорит в основном с Аббасом и руководством палестинской автономии. Хамас отвергнут всеми арабскими странами, я подчеркну, Саудовской Аравии, кроме Катары и Турции, которая не является арабской страной. То есть стратегия по изоляции, по изолированию Хамаса, она действует уже долгое время и это, наверное, единственное, что может привести к его обескровливанию более существенному, чем только военные действия. Очень важный элемент тот, что популярность самого Хамаса в Газе пошла на убыль уже достаточно давно. И, к сожалению, вот такими вспышками, такими агрессивными действиями руководство Хамаса умудряется повышать свою популярность. Но это ненадолго, судя по всему, ибо все уже известно и как только все закончится будут подсчитывать и потери и ущерб и винить многие жители Газа будут не только Израиль, но и руководство Хамаса, которое привело к такому положению. Так что Хамас вплетен в палестинское общество относительно он начинался как социально благотворительная организация и стратегия состоит стратегия Махмуда Аббаса Израиля Египта и всех соседних стран состоит в том, чтобы вернуть Хамас, не искоренить идеи Хамаса агрессивно искоренить, но Хамас как структура вернуть к состоянию первобытному первоначальному то есть социально благотворительной организации в какой степени и политической естественно в какой степени это реалистично и когда это может быть реализовано вот идет работа по Хамасу и на поле боя и политически в рамках Палестины и в региональных рамках по обузданию Хамаса так что не так все безнадежно и не так все пусто в плане стратегического видения как это было представлено нам давайте Эли Котлер задам вопрос как по вашему российская дипломатия окончательно утратила свое влияние в регионе Элла вам слово Алло Да-да вот кремлевская дипломатия российское влияние окончательно утрачено уже в регионе уже не может кремлевские дипломаты выступать посредниками в переговорах между конфликтующими сторонами как вы считаете мне не кажется что в переговорах между сторонами российская дипломатия сможет сыграть какую-либо заметную ключевую роль или какую-либо вообще это конечно относительно новый игрок на поле но я не вижу каким образом она может качнуть чашу весов в ту или в другую сторону Елена Супонина сожалеет что подходящий для переговоров момент уже упущен с одной стороны для израильтян сейчас очень удобное время арабский мир переживает период кардинальных изменений беспрецедентных такого масштаба всеобъемлющих и резких изменений не было на протяжении столетия в арабском мире казалось бы Израилю можно было бы излечь выгоду из этой ситуации излечь выгоду из того что все его соседи сейчас ослаблены Сирия там гражданская война Египет революция за революцией переворот за переворотом вот он час который можно использовать не только для того чтобы отсидеться как это сделали израильтяне в последние два года но и для того чтобы перерубить ситуацию разрубить этот Гордиев узел казалось бы неразрешимого палестинского конфликта отделяться надо от палестинцев выдавать надо им государство но оговаривать свои условия пока Израиль находится в выигрышном положении и тактически и стратегически но сейчас кажется что Израиль упустил это золотое время Израиль опять вернулся к силовому решению конфликта весь опыт последних лет показывает что силовое решение конфликта оно приносит только краткосрочные плоды но не долгосрочные Александр Иванович Елена считает что Израиль мог пока воспользоваться плодами арабской весны и не воспользовался мне непонятно о чем речь вот как можно воспользоваться плодами весны что все страны заняты своим так дело в том что это хуже чем было до арабской весны ибо тогда процесс имел региональный масштаб и в нем участвовали все страны кроме Сирии конечно в попытках найти решение уговорить стороны помним Саудовскую инициативу мирную сколько было предпринято других шагов вот по примирению сейчас как раз момент прямо противоположной оценки предыдущей то есть максимально неудобной для решения а затем если продолжить мысль Елены что значит отделяться Израиль Израиль вот вышел из Газа и получил там Хамас в виде главной силы которая его бомбардирует сейчас значит если ему выйти еще из западного берега то значит судя по всему по существующим тенденциям соотношению сил между Фатхом и Хамасом Хамас может вполне возобладать и в западном берегу и что Израилю тогда делать что-то непонятно фантастическое говорится что даже сложно комментировать поскольку уже давно эти вопросы оговорены просто так вот взять сегодня на завтра отделиться Израилю от западного берега как он отделился от газа абсолютно нереалистично кстати он свое время в 2000 году ушел также отделился от Ливана ушел с юга Ливана и получил там Хезбалу вот поэтому и Хезбалла там находится совсем не потому что Израиль не ушел из западного берега как говорят некоторые пропагандисты у нас и там вот и не создал государство а потому что Хезбалла это часть Ирана который имеет гегемонистские устремления в регионе и Хезбалла во многом определяет положение дел в самом Ливане так что стратегическая ситуация Израиля в данном случае незавидная но она прочно удерживается за счет взаимопонимания относительного меня Яков наверняка будет критиковать но тем не менее за счет существующего взаимопонимания с руководством палестинской автономии за счет того что Израиль наряду вместе с а может даже больше чем квартет и другие международные акторы содействуют нормализации положения дел на западном берегу под руководством Махмуда Аббаса обеспечивает тренировки и снабжение силы безопасности на западном берегу вот и и финансовые средства и так далее целый набор мер вот с тем чтобы расширить действительно в перспективе эту территорию западного берега и на я имею ввиду автономию и на газу на газу положение дел потому что газа тоже формальная часть автономии но власть Фатха на газу но со временем превратив Хамас повторяю стратегически может быть необозримой уже перспективе в организацию другого плана нежели она есть сейчас так что по всей видимости сейчас главное для Израиля это обеспечить безопасность сопротивляться той агрессии которая начата против него Хамасом и в этом его поддерживают очень многие и в регионе тоже в регионе это не всегда открыто кстати сказать даже появилась информация что некоторые монархи Персидского залива назывались конкретные государства я не буду их перечислять потому что эта информация отражает тенденцию но я не уверен что она полностью правдива но как тенденция это точно что якобы эти государства предоставили определенную готовы предоставить определенную материальную помощь помимо политической скрытой поддержки Израилю в уничтожении Хамаса против Хамаса все поэтому то о чем говорилось переход к силовым методам это называется самооборона да вот когда на тебя нападает ты должен обороняться и без лишней демагогии на сей счет это называется самооборона это обязанность государства перед своими гражданами и других вариантов в подобных случаях не бывает и об этом сейчас говорят кстати сказать в отличие от других вспышек аналогичных во всем мире именно так и правительство официальные заявления правительство Франции Италии и по-моему Германии или Великобритании сегодня сделали заявление в поддержку Израиля против демонстрации вот этих леватских группировок местной общественности в этих странах которые автоматически выступают в поддержку палестинцев и агрессии Хамас Елена Супонина уверена что военная операция Израиля лишь создает иллюзию безопасности на короткий период времени такого рода операции обеспечивают Израилю иллюзию безопасности на краткий промежуток времени пусть это будет промежуток 2-3 года кому-то кажется что это много но с исторической точки зрения это маленькое зерно в истории и за эти годы палестинцы успевают заново отстроить свою инфраструктуру в том числе и пригодную для нападений на Израиля пример те же подземные туннели что по протяжении времени кажется такие операции большого успеха не приносят и невозможно сейчас израильтянам отгородиться от палестинцев заборами в наше время когда все переплетено на глобальном уровне конфликт между израильтянами и палестинцами уже оукается где-то в Париже или еще где-то в Европе невозможно отгородиться как бы израильтяне не хотели но ведь не только это проблема еще в том что внутри Израиля проживают арабы палестинцы которые имеют израильское гражданство и чем больше жертв в секторе газа тем более враждебно к израильтянам относится вот эта часть его собственного населения опасность кроется внутри Израиля опасность проистекает изнутри я единственное решение вижу это вести мирные переговоры договариваться с палестинской стороной вычленять среди палестинцев умеренные силы способствовать их объединению и добиваться того чтобы Израиль как государство существовал мирно с нормальным государством Палестина Яков Кедми вопрос может быть действительно пора пришла уже прекратить военную фазу операции и сесть за 100 переговоров как вы считаете Яков я тоже хочу исправить те ошибки которые были допущены теми кто говорили о том во первых военная операция не ставит своей целью уничтожение власти КамАЗа или сражение КамАЗа военная операция Израиль на начало военной операции считает что власть КамАЗа в Газе должна остаться по той простой причине что сверху с власть КамАЗа мы не хотим брать под свое управление сектор Газа на начало операции не было никаких других арабских сил которые хотели бы взять или могли бы взять власть сектора Газа оставить там хаос как в Ираке мы не согласны потому что это будет более опасно поэтому с самого начала операция имела ограниченные цели цели было две заставить ХамАЗ прекратить ракетные обстрелы и решить проблему туннелей обе эти цели я думаю будут достигнуты для того чтобы свернуть власть ХамАЗ для этого нам надо мобилизовать намного больше сил чем мы мобилизовали это ограниченное количество сил в основном так как агровая армия не может оккупировать газу и свернуть власть ХамАЗ первое второе в отношении Физбу я не вспомнил кто выступал Физбула возникла в результате первой ливанской войны и нашего пребывания в Ливане а не в результате нашего ухода из Ливана Физбула является не иранской партией это партия шиитов которая состоит большинство в Ливане они пользуются поддержкой Ирана поскольку это шиитское государство но это ливанская шиитская партия представляющая на сегодняшний день интересы всех шиитов и она возникла и окрепла именно в результате нашего пребывания в Ливане в 18-18 лет третье вот эти вот эти заявления европейских стран о которых говорили они были против антисемитской направленности демонстрации и не против ничего другого то есть правительство этих стран Европы возражали против того что они направлены против живущих там евреев граждан этих стран и против синагог больше никакого другого аспекта в них политического не было это не то что они были против демонстрации потому что они против грани в отношении нашей отношениях с палестинцами то ситуация простая процесс восстановления создания палестинского государства он идет и он продолжается на сегодняшний день оно существует на 95% после того или иного регулирования конфликта с газом который не мы начали а Хамас для того чтобы улучшить свое финансовое и политическое положение после этого он вероятно выйдет ослабленный именно из-за позиции Египта на сегодняшний день весь арабский мир кроме Катара против Хамаса потому что весь исламский мир весь арабский мир против партии мусульманские братья Хамас это часть партии мусульманские братья прежде всего и только Катар поддерживал их но он не в состоянии сегодня противостоять всеми арабскому миру наши отношения с арабским миром сегодня как нельзя лучше очень тесные и великолепные самые лучшие за всю историю отношения между нами и Египтом и нынешним Египтом у нас хорошее отношение с Саудовской Аравией у нас хорошее отношение правдонегласной со сторонами Залия так что в этом в этом аспекте общие интересы между Израилем и арабским миром только увеличиваются и углубляются решение Катар Катар рано или поздно будет создание Катар государства и разжевание из-за внутренних проблем Израиля политическое руководство затрудняется сегодня идти по этому пути но внешние условия не оставляют нам выхода что же касается израильских арабов то это совершенно другая проблема они прежде всего израильтяне а потом арабы они наоборот но у них действительно перед ними стоит проблема которую они выразили совершенно часто моя страна воюет против моего народа я хотел бы обратить внимание на эти слова моя страна то есть они считают свою страну но они действительно находятся в тяжелом положении потому что эта страна воюет против их народа который находится в моей стране и ситуация сложная но она разрешаемая а в отношении наших отношений с полисемцами как это будет развиваться так или иначе почти все детали давно уже были оговорены остались небольшие проблемы которые больше имели более имели причину внутренней политики как в полисемической автономии так и в Израиле после завершения конфликта в Газе так или иначе наступит очередь нового шанса и нового битка наших переговоров с полисемцами спасибо Яков Ирина Супонина все же считает что надо вести диалог с Хамас израильский премьер Нетаньяху предпринял операцию в секторе Газа еще и потому что над ним давлело израильское общественное мнение люди хотели разобраться с этим сектором Газа хотели отомстить за гибель школьников это понятно по-человечески хотя обращу ваше внимание школьники были похищены не палестинцами из сектора Газа они были похищены на западном берегу реки Ордан палестинцами которые проживают там поэтому некоторая несостыковка в том где проводится операция можно сколько угодно предполагать что за этими террористами стояли Хамас но насколько мне известно политическое крыло этой организации сейчас было настроено не на обострение ситуации а на выстраивание правительства национального примирения на проведение выборов там шел дележ портфелей я убеждена что та ячейка очень радикальная действовала автономно и когда кто-то сейчас говорит что с Хамас неизбежно придется вести диалог на этого человека сразу выливается в Израиль шквал критики это точка зрения не популярна тем не менее я могу сказать да с Хамас надо вести диалог в Хамас есть разные крылья военная политическая в Хамас есть силы более умеренные более радикальные но в палестинском секторе газа есть гораздо более жесткие организации и как когда-то израильтяне возмущались что невозможно вести диалог с Фатх а потом в конце концов его повели и тот человек Ясер Арафат которого называли террористом получил потом вместе с израильтянами нобелевскую премию мира так скорее всего рано или поздно придется договариваться с исламистами да пожалуйста с Хамасом возможно придется договариваться но только по той же самой схеме что пришлось и с Ясером Арафатом как было упомянуто но не было упомянуто одно важное обстоятельство прежде чем Израиль вступил в диалог с Ясером Арафатом Арафат фактически признал существование Израиля вышел на трибуну ООН с оливковой ветви и произнес известную речь поклявшись в том что он отрекается от терроризма искренне или нет это другой вопрос но он переходит к политическим мерам провозглашает государство это был 88 год уже я не все этапы перечисляю когда было провозглашено такое виртуальное палестинское государство и тогда Израиль вступил с ним в контакт и то не сразу напрямую а через посредников вот так что с политическим крылом Хамаса придется договариваться но с военным крылом с радикалами вряд ли и то что сейчас происходит это уничтожение не Хамаса а инфраструктуры Хамаса созданной Хамасом и наиболее воинственных боевиков объединенных соответствующей группировки большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире напомню что ситуацию в Израиле мы сегодня обсудили с востоковедами Александром Шумилиным Яковом Кедми и журналистом Эллы Котлер Александр Иванович был у нас в студии а Яков и Елена были на прямом связи из Израиля на волнах радио свободы звучала программа Грани Времени у микрофона работал Владимир Караморза редактор программы Андрей Трухан продюсеры Олег Львов и Михаил Касторов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова